Здорово! Сейчас расскажу про то, как мы утепляли балкон на Володарского. Видишь, такая ступенька у нас получилась. Мне она не очень нравится. Я бы сказал, вообще не нравится, потому что любые ступеньки в квартирах и в домах, особенно когда она одна, это плохо, потому что на нее можно спотыкаться. Но это вынужденная мера, потому что когда мы проводили ревизию стяжки в этой квартире, то она была всего пару сантиметров, и нам нужно было утеплить балкон. Балкон у нас утеплялся 10-сантиметровым пенополистиролом, и сверху мы делали армирующую стяжку и выравнивающую стяжку для того, чтобы положить плитку. И вот у нас здесь в любом случае получилась такая ступенька 13-сантиметровая плюс-минус, и мы с ней ничего сделать не могли. Но, естественно, мы это обыграли функционально, потому что вот здесь позади меня будет стол для хозяина этой квартиры, за которым он будет проводить все свое рабочее время. И по праздникам мы придумали такой алгоритм, не знаю, будут ли хозяева этим пользоваться. Здесь можно будет ставить стол для гостей и собираться за этим столом большой семьей, большой группой людей. Смотри, видишь, тоже потолок опущен, то есть там тоже все закрыто пенополистиролом, чтобы точка росы была внутри утеплителя, а не где-то на поверхности, чтобы не было потом иния или там воды. И вот здесь ограждающие тоже все конструкции, они закрыты пенополистиролом десяткой, также чтобы точка росы была внутри. И, конечно, здесь мы сделали теплый пол с помощью электрических матов, чтобы дополнительно отсеять холод из этого большого витража. А еще хочу сказать, что перед тем, как объединять балкон с квартирой, сходите в администрацию, пообщайтесь с людьми, кто занимается перепланировками, что они вам по этому поводу скажут, потому что не каждая администрация разрешает объединять. И поэтому кто-то разрешает полностью вынести стену, кто-то разрешает только подоконные части убрать, кто-то вообще ничего не разрешает. Поэтому пообщайтесь и получите обратную связь. И после этого уже действуйте. Не делайте никогда так, чтобы это потом было невозможно согласовать, а впоследствии невозможно было продать эту квартиру. Думайте наперед. В общем, если у вас остались какие-то комментарии, пишите их внизу. Подписывайтесь обязательно, ставьте лайки. Пока! В общем, если у тебя остались какие-то вопросы, пиши в комментариях. Обязательно на нас подписывайся, потому что мы стараемся выкладывать все-таки полезный контент, а не какое-то говно. И ставь колокольчик, чтобы приходили оповещения. В общем, давай, до свидания! Сегодня мы делаем танцы, кружимся! Поехали! Поехали!